Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Мы переходим к разделу Пэй. Это стихи 129 и 136. Данный раздел начинается с восторженной оценки закона Божия. Его откровения дивны. То есть они, мы бы могли сказать, одновременно и необычны, и чудесны. Вот это слово дивана передает и тот, и другой оттенок. Бог творит чудес. Он поступает так дивно и чудно со своим народом, что мудрость мудрецов погибает, исчезает разум у разумных. Откровение его слов просвещает и разумляет людей простых. 130 стих. Простых, то есть тех, которые в силу своей наивности или юного возраста могут быть легко наклонены в ту или другую сторону. То есть люди ведомые, люди обучаемые. С одной стороны, такие наивные люди могут оказаться глупыми, простецами, которые могут поверить случайному красивому словцу. Их можно легко заманить какой-то рекламой. С другой стороны, они могут стать благоразумными в виде, как Господь наказывает кощунников. Описывая людей простодушных, книга-притч свидетельствует об их главной характеристике — неопытности. Но при всей их неопытности они оказываются, порой, бывают весьма смышленными. Они еще не закостенели в каком-то знании. Никакая внешняя философия не сковала их еще внутреннюю интеллектуальную свободу. Поэтому они способны к обучению посредством откровения Божия. Главное, чтобы у них был интерес к знаниям и не было беспечности. Лени. Видимо, и сам псалмопевис принадлежал к таким простым ученикам, жаждущим научиться о заповеди Божьих. 131 стих. Он вздыхает. Вздыхает не потому, что грустит или скучает, а потому что страстно желает глоток свежего воздуха знаний. Как голодный ищет что-либо проглотить, открывает рот от удивления. В 132-135 стихах автор псалма просит Бога явить свою ответную любовь тому, кто любит имя Творца. В соответствии с его обещанием. По слову твоему это означает в соответствии с Божьим обещанием. Не дать ноги поколебаться, избавить от угнетения. В 132 стихе сказано так. «Призрай на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое». «Как поступаешь с любящими имя Твое» намекает на какой-то опыт. Автор псалма знает, видел или читал. А читал в Откровении Божием о том, как Господь поступает с теми, кто любит имя Его. И что же Он находит для Себя в качестве ответа? «Как Господь поступал» — это мы находим в первой части этого стиха. «Призрай на меня и помилуй меня». Эти два выражения, они важны, потому что, по сути дела, они говорят об одном и том же. Если Господь являет свой светлый лик, является человеку, это несет ему помилование, несет ему свет и радость. «Итак, призрай, то есть обрати на меня в свой взор». И получается, что человек тогда оказывается обездоленным, когда Бог его не замечает. Но когда Господь его замечает, человек получает свою долю. Выходит так, что его взгляд — это взгляд, который несет в себе некую благодать, дарует человеку счастье, изобилие чего-то, прибыток. Мы можем поэтому сравнить Бога с Солнцем символически. У Солнца есть только две опции. Или оно светит, и этот свет позволяет растениям генерировать соответствующие элементы, произрастать. Благодаря этому от этих растений питаются какие-то млекопитающие или насекомые. Они продолжают жизнь, жизнь начинает функционировать. В свете человек может что-то видеть. Так, свет несет тепло, энергию, свет несет жизнь. Он или есть, или его нет. То есть свет лица Божия — это, по сути дела, его Божий взгляд. Когда есть этот луч, он в себе это все несет. Когда нет этого луча, Божьего взгляда, этого ничего нет. И поэтому явление лица Божия — это было явление помилования. А помилование несло с собой сразу какую-то наполненность. И этот опыт у псалмопевца был. Итак, он знал, что Бог любящим дает. И следует, он просит об одном. Мне не надо что-то сверх. Я не прошу большего, что получали другие люди. Я прошу лишь только об одном. Вот как ты с теми другими поступал, так поступай и со мной. Условие — только одно. Только одно я тебе могу принести в качестве моего ответного дара. Это мою любовь. И вот тут мы сталкиваемся с неким намеком, даже не аллюзией, а очень тонким намеком на первую заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей. То есть получается так, что если человек имеет к Богу любовь, то это одно уже дает ему право претендовать на все. Поскольку любящим Бога Бог дает жизни, милость, какие-то блага душевные, духовные, земные, то для человека этого достаточно. И более ничего не нужно. Слова. «Осияй раба твоего светом лица твоего» напоминает традиционное священническое благословение. Однако если по книге «Чисел», где есть похожее выражение, явление света лица Божия несет человеку помилование, прощение греха, то по псалму обучение его уставам. Видя многих, которые не хранят закон Божий, на глаза псалмопевца наворачиваются реки слез. Потоки слез – это не слезы жалости к себе, обиженному угнетателями. Эти слезы – слезы сожаления, что идущие путем лжи подвергают себя угрозе страшного наказания Богом за непокорность. Да, он хочет, чтобы горды были заслуженно, осуждены и постыжены, но у него нет ни тени, ни капли злорадства. Ужас, который овладевает автором псалма «При виде нечестивых» – это скорбь по поводу того, что доля их чаши – ужасный ветер. Господь прольет на них дождь, горящих углей, огонь и серу. Господь прольет на них дождь, горящих углей, огонь и серу.